Всем привет! С вами Игорь. И сегодня, как вы уже увидели и поняли, наверное, с картинки видео, речь пойдет именно о том, как начать, с чего бы начать тепловой насос. Так как вижу, что в комментариях часто мне пишут, спрашивают люди, теряются, как бы, с чего же его начать, там, расчет мощности, вот этот, как, ну, правильно говорят, да, лиха беда начала, главное начать, там дело пойдет. Ну, я уже сто раз говорил, что начинать надо самое первое с утепления, вот, утеплять свой дом, хорошенько утеплять, ну, что фокус моего, собственно, низких таких платежек за отопление, это 277 гривен за декабрь и 304 или 306 гривен за январь, собственно, 50-60% вот в этом фокусе это хорошее утепление дома. Я не говорю идеальное, ну, такое, нормальное, можно еще куда расти, о, ну, сейчас нет утепления. Вот мы утеплились, последовательность такая, мы утеплились, об этом видео есть, кто не видел, кстати, первый раз зашел на мой канал, там, смотрите, это буквально три видео назад, в прошлом месяце у меня есть видео об утеплении, кто хочет сделать тепловой насос, заходите, там у меня плейлисты есть по тепловому насосу, если кто первый раз смотрит, все разложено по полочкам, смотрите. Вот, дальше, мы утеплились, все, претензий никаких нет к утеплению, теперь, а, и посчитали сразу же теплопотери нашего дома под тепловой насос, то есть, чтобы нам выбрать компрессор, на какую нам надо мощность, нам надо знать теплопотери нашего дома. И тоже, в недавнем одном из видео, найдете там, буквально два видео назад, я объяснял, как это сделать очень просто, без всяких формул, там, просто находите это видео, смотрите, как я там считаю, посчитайте себе, чтобы выяснить, какие у вас теплопотери в час дома, ну, это надо перевести в киловатты, это легко сделать там, ну, электроотопление, это понятно, оно уже в киловаттах, газовое отопление можно тоже перевести в киловатты, там, 8-9 примерно киловатт с куба газа можно получить, дровяное тоже можно перевести в киловатты, ну, немного сложнее, но все равно можно, вот, итак, мы перевели это все в киловатты теплопотери дома, у меня там выяснилось, что 2 киловатта. Ну, например, на 100 квадратных метров дом, примерно, ну, я так, ну, например, мы выяснили, что у вас 100 метров, ну, потому что 60 метров квадратный дом, это такие, не очень. В основном, около такой площади у людей дома, около 100 квадратных метров, получается, ну, например, получилось у вас теплопотери ежесуточные, то есть, не, ежечасовые, так сказать, постоянные теплопотери, постоянная теплопотеря вашего дома, 4 киловатта, это в час получается. Ну, если у меня 2 киловатта, то я думаю, 4 киловатта, пример такой довольно будет нормальный. 4 киловатта в час у вас теряет дом, значит, вам надо восполнить вот эти вот 4 киловатта каждый час, там, исходя, ну, будете смотреть это видео, как оно считается, там, как я это все считал, там все есть. Вот, ну, и вот на такую мощность вы ищете компрессор, но не на 4 киловатта вы ищете компрессор, потому что он же у вас не будет круглосуточно работать, правильно? Если так вот, например, рассуждать, то, что с точки зрения круглосуточной работы, то даже моего компрессора хватило бы и на 100 квадратных метров, вот, ну, что он выдает примерно тепловой мощности около 4 киловатт, то так теоретически, вроде бы, если он круглосуточно будет работать, то вроде бы и хватит. Но так оно не делается, тепловой насос должен и отдыхать, вот, хотя, может быть, это спорный вопрос, я не знаю, и должен быть какой-то запас мощности по времени, то есть, например, я свой, у меня он получается тоже с запасом, я могу его включать 8 часов, он может работать у меня в сутки, может 10, может 12, может даже и 14 часов работать в сутки, вот, то есть должен быть какой-то и запас по мощности, вот, и какой-то там период отдыха у него, ну, что, ну, если круглосуточно, я не знаю, весь сезон, то, мне кажется, он быстро, как бы, сработается, ну, вот, хотя я в этом не уверен, вот, то есть запас должен быть, ну, вот и 4 киловатта, если вам надо постоянно, каждый час теплопотери у вас 4 киловатта, значит, тепловой насос надо выбирать компрессор, компрессор теплового насоса где-то примерно на 8-9 киловатт тепловой мощности, ну, примерно так, тогда у нас будет примерно работать 50% по времени в сутки, ну, это нормально, 50-60% это нормально, о, и если это будет кондиционерный компрессор на 8-9 киловатт, это какая-то мощность получается, 18-й, 24-й, хотя сейчас вот я смотрю, вот, тоже смотрел видео, не видео, зондировал так цены на компрессора, раньше как оно, как-то оно все так различалось конкретно, была 7-ка, 9-ка, 12-ка, 18-ка, сейчас они всякие есть, вообще всякие, есть 8-ка, есть 10-ка компрессор, 12-й, 11-й есть, я встречал такие мощности, то есть любые мощности, а сейчас есть компрессоров кондиционерных, я считаю это очень удобно, можно подобрать себе компрессор на любую мощность, со спиральниками тут, конечно, тяжелее, они на малую мощность, их малый выбор, очень маленький, они там вообще таких нормальных производителей, коплендовские, они начинаются, линейка, только там где-то, по-моему, с полтора или 1,8 киловатта, это потребляемая электрической мощности, только начинается линейка и пошла там дальше, однофазных тоже мало, они в основном трехфазные, ну и вот такое вот, немного неудобно, то есть кондиционерными как бы намного проще, что у вас намного больше выбор, хотя вам уже выбирать, не буду вам навязывать мысли никакие по этим компрессорам, есть у меня видео, кстати, я оставлю ссылочку, выбираем компрессор, оно так и называется, там все плюсы и минусы кондиционерных и спиральных компрессоров, смотрите сами, там не будем сейчас об этом распространяться, дальше выбрали мы компрессор, на какую мощность, определились с типом компрессора, определяемся дальше с типами теплообменников, это могут быть или кожухотрубные теплообменники, или пластинчатые заводские, уже паянные, готовые, с державейки они делаются, они компактные, удобные, там минимальные гидравлические потери, все хорошо, но они боятся разморозки, вот это вот, я вообще-то выбрал кожухотруб, потому что у меня есть место, где его поставить, он довольно-таки много места занимает, по сравнению с этим пластинчатым, он не боится разморозки, то есть замораживая, полиэтиленовая труба, она просто чуть-чуть расширяется, даже если заморозить полностью в ней воду, он ее не разорвет, ее не разорвет, вот, так что этого он не боится, но вы решаете сами уже, я же говорю, как вам лучше на испаритель поставить тот или тот, на конденсатор, я советую все-таки лучше теплоаккумулятор, вообще теплоаккумулятор это классная вещь, я вам скажу, практически при любом отоплении, при электроотоплении можно больше отапливаться, работать, чтобы электрокотел ночью, по ночному тарифу, благодаря теплоаккумулятору, вот, благодаря теплоаккумулятору тоже дровяное отопление, это оно очень классное становится, вот эти вот перепады между топками, они выравниваются очень хорошо, температурные в доме перепады, уже нет таких резких скачков, именно тоже благодаря теплоаккумулятору, потому что я отапливался дровами и без теплоаккумулятора, я отапливался с теплоаккумулятором, то я уже знаю, о чем я говорю, это реально намного лучше с теплоаккумулятором отапливаться, хотя бы такой на полтонны, хотя бы, ну лучше, конечно, больше, вот, определились мы с теплообменниками, ну и начинаем потихоньку все закупать, ТРВ мы берем под тот же фреон, что и компрессоры, компрессоры, они идут уже, там написано, какой фреон, ну что там масло заливается, ну, по фреону тоже, почему я советую на R22 работать, у меня тоже есть видео, наверное, и на это видео оставлю ссылочку, чтобы сейчас, почему он самый лучший для самодельщика, этот R22, оставлю на это видео тоже ссылочку, там я рассказываю все преимущества, преимущества выбрали, определились с фреоном своим, определились с мощностью компрессора, типом компрессора, типом теплообменников, все это купляем, закупаем, ну, про закупку я тоже, я не в одном месте все покупал, потому что я искал где дешевле, поэтому компрессор я купил в одном месте, медья купил во втором месте, ТРВ я в третьем месте даже купил, а инструменты, все остальное по мелочам в четвертом, даже вот так вот получилось у меня, потому что если в одном месте все покупать, оно там получается или выбор какого-то, именно компрессоров там плохой, или цена намного выше, ну, вот так вот не получилось у меня, я думаю, у вас так тоже, наверное, получится, хотя если посчитать доставку разных вещей, то тоже вопрос, ну, не знаю, тем более, когда у вас будет компрессор уже, вы уже там видите, какие выхода у него, вход-выход, диаметр трубок, подбираете тоже подходящие, чтобы подпаяться там, то есть все начинается с компрессора, вот, ну, я уже говорил, что советую я пауки ставить, и чтобы запараллелить, если кожухотрубный будет запараллелить, там, вдвое, втрое, чтобы сделать кожухотрубный не больше 10-15 метров, и уже так рассчитывайте по квадратных метрах, у меня тоже об этом видео есть, короче, не буду на этом останавливаться, ну, вот и все, вот вам и, в принципе, все, то есть начинаем утепление, утеплились нормально, потом считаем теплопотери дома в киловаттах, у меня об этом тоже есть видео, буквально 2-3 видео назад, подбираем компрессор по мощности подходящий, такой, чтобы он работал 50-60%, а не круглосуточно, вот, дальше теплообменники подбираем, там кожухотрубные определяемся, или пластинчатые, с теплоаккумулятором тоже определяемся, будет он у меня и будет, ну, дальше там все просто будет, там уже по мелочах, паяем все, приглашаем холодильщика, он все делает, и вот такая вот последовательность, ну, довольно-таки несложно, ну, если может быть, да, для первых начинающих, то и сложновато. Еще, еще, что хотел я сказать, о инверторных кондиционерах, там так сложилось видео, почему-то, ну, не совсем правильное мнение, ну, это я, наверное, виноват в этом, не сделал правильный вывод, в конце видео, о видео, там, говорю сейчас, выбираем кондиционер для отопления, там, я говорила, инверторных или старт-стопниках кондиционера, я не против инверторов, что-то так сложилось мнение, что против, я не против инверторных кондиционеров на отопление, если вы его берете, не для переделок, а только для пользования, вот вы его взяли, купили, и пользуетесь, все, вот вы точно знаете, что вы туда не будете лезть, ничего добавлять, там, химичить, усовершенствовать его, хотя это я уверен, что вам захочется это сделать, когда-нибудь, вот, то лучше, наверное, инвертор, да, берите инвертора, это нормальные кондиционеры, все, они, у них множество преимуществ, но не лезть туда, только не лезть, если же вы берете под переделку, что-то там, и думаете, там, добавить зимний комплект, тут, кстати, это тоже удивительно, смотрел буквально вчера видео, человек купил за 1000 долларов кондиционер инверторный, в нем нет зимнего комплекта, товарищи, в нем нет за 1000 долларов, как это так, я, я просто в шоке, ну, о чем думают эти производители, но это только еще раз показывает, что, ну, и пишут там заявленная мощность, там, заявленная температура, минусовая, там, я уже не помню сколько, или он не говорил, они минус 15 тоже пишут, но я видел еще другое видео, где человек говорил, что заявленная минус 15, но там нет зимнего комплекта, опять же, ну, как, как так получается, я не понимаю, о чем они думают, ну, короче, экономят на все, поэтому, если вы думаете, что-то добавлять, там, тот же зимний комплект, переделывать, ставить внутренний блок, менять на пластинчатый, тоже так часто делают, и подключают в системе отопления, очень хороший вариант, оно ничего не дует внутри в доме, ни одна комната отапливается, а все сразу, очень удобно, но, опять же, для этого надо только старт-стопный выбирать, потому что его можно там, у него нет практически мозгов, он безмозглый, да, его можно в этом надурить, то есть, меняем внутренний блок, ставим, что хочем, добавляем, что хочем, и оно все будет работать, даже и ТРВ можем поставить между капиллярки, усовершенствуем, короче, если под переделку, то только однозначно старт-стопник, усовершенствуем переделку, а без них, как я вижу, не обходится. Дальше, опять мы плавно перешли к одной моей идее, которая у меня на днях вот так вот родилась, тоже, что можно так и собрать и воздушный кондиционер, вот я почему-то раньше думал, что воздушные кондиционеры или тепловые насосы лучше покупать готовыми, целыми, но сейчас вижу, какие на них цены, ну вот тот же кондиционер, да, видел инверторный за 1000 долларов, говорит человек, 1000 долларов, товарищи, 1000 долларов, мой тепловой насос 700 вышел, тот, когда я его собирал, я даже в 500 уложился, это 3 года назад, сейчас 1000 долларов кондиционер, который не имеет зимнего комплекта, вот, поэтому, я, я, если бы я себе делал, хотел воздушный именно, у меня воды не было, я бы его тоже собрал сам, я уверенный на 100%, что он бы мне вышел дешевле, чем 1000 долларов, и оно вышло то, что мне надо, то, что мне надо, там не надо было уже что-то добавлять, вот это еще раз говорит о том, что, пока не сделаешь сам, никто тебе ничего нормального не сделает, о, а на воздушный тепловой насос, на 4, 3, 4, 5, 6 тысяч евро, это, я вообще об этих ценах не хочу говорить, то есть, идея воздушника какая же у меня есть такая, я еще не рассказал, так быстро говорю, наверное, вот, купить, найти, купить, бэушный наружный блок, большой, побольше, огромный, там, ну, например, если вам надо компрессор, там, 18, то найдите на 24-ку, наружный блок, или, там, ну, по мощности, да, побольше, то есть, намного больше по мощности, от кондиционера тепловой мощности, который вам надо, там, 30-ку, может, какой-то промышленный, большой, такой, побольше, огромный, наружный блок, где был бы целый теплообменник воздушный, хотя бы целый, компрессор пускай будет убитый, вы ее все равно, можно на нее не ставить, мы ее другой поставим, наружный блок, целый, трубки целые, ламели, чтобы не погнутые были, все, вот это все, что нам надо, покупаем потом компрессор под него, меньшей мощности, там, какую вам надо, вы уже посчитали на свой дом, там, девятка, двенадцатка, восемнадцатка, покупаем и ставим на этот тепловой, и у вас получается, по сути, тепловой насос, ну, что, как вы уже заметили, да, что тепловые насосы отличаются, именно, огромнейшим теплообменником наружным, воздушные тепловые насосы, если мы поставим на вот этот, большущий теплообменник, наружного блока, воздушника, меньший компрессор, это, по сути, у нас будет уже самодельный, воздушный тепловой насос, потом, старт-стопный, обычный, кондиционерный компрессор, ставим, подключаем его, ставим ТРВ для корректной работы, все остальное там что там в столе выкидывать, там уже ничего и нет, ставим зимний комплект внутренний блок тоже нам не нужен практически, мы ставим просто вместо внутреннего блока пластинчатый теплообменник вот подключаем все это к своей системе отопления уже существует, к теплым полам или системе отопления, добавляем радиаторов, если надо, чтобы держать 35-40 градусов, не больше ну для нормального копа, и все у нас получается самодельный тепловой насос, который выйдет намного дешевле даже чем кондиционер какой-то несчастный, даже без зимнего комплекта, ну я вообще в шоке как такое может быть, и он будет нормально работать, вы всегда можете что-то добавить, что-то изменить поменять, ну там с электрической части вообще ерунда, там контактор автомат, пускатель и конденсатор пусковой, все, все, не надо вот эти вот, я же говорю, для самоделок вот эти вот инвертора какие-то заморачиваться старт-стопник купили себе вот такая у меня идея, пишите, что вы думаете об этой идее, по-моему идея для воздушного теплового насоса, то, что надо, мне так кажется выйдет и дешевле, заодно вы позанимаетесь чем-то такими самоделками, ну каждый хочет что-то позаниматься, и у вас вы в итоге получите то, что вам надо, именно то, что вам надо, вы уже слепите то, что вам надо, именно под ваши потребности, под ваши условия и даже за много меньше меньшую цену вот такая вот у меня идея я думаю имеет право на жизнь, пишите что вы о ней думаете ну вот как-то так что я хотел и сказать, все всем пока, до следующих видео до следующих видео